Портрет Джани Версачи Мой хороший знакомый и, по сути дела, друг, который помог мне в этой жизни, Федерико Феллини, у которого я долго жил, как человек, имеющий очень мало денег, чтобы снимать гостиницу, он познакомил меня с итальянским моделером Джани Версачи для того, чтобы я с него взял хорошую цену за портрет и в Москве купил себе квартиру, а я жил в коммунальной квартире. Я приехал в Милан на виллу Фонтанелла. Как раз где-то месяца за два до этого на Версачи купил эту виллу за 200 миллионов долларов, поэтому была надежда, что он хорошо мне заплатит. Задумал, как его писать. Выбрал интерьер красивый. Выбрал интерьер с мужскими фигурами. Аполлон, Дионисий, Ивак. Развернул их задами, чтобы показать предмет интереса Версачи. Вот эти мужские зады. Затем думал, как его написать. И не решил до самого последнего момента, пока уже Версачи не пришел, снял халат и садиться на свою кушетку, позировать мне в обнаженном снизу виде. Вверху, значит, фрак, рубашка, а Анис обнаженный. Задирает передо мной вот так ногу и смотрит на меня. А я, естественно, немножко был, как и вы, когда сразу увидели, шокирован. Но это в натуре, представьте себе, голые волосатые ноги. И все видно, понимаете? Я вдруг понял, что это идея портрета показать, как богема итальянская относится вообще к зрителю. Ведь портрет будут смотреть зрители, значит, это и его такое же вызывающее отношение к зрителям. И я первый сеанс пишу весь вниз, боясь, что вдруг на следующий день он не придет уже в таком виде. И действительно, на следующий день Версачи появился в штанах. А я ему говорю, Джанни, извините, но это интересная мысль. Вы подали мне. И я также это оставил, написал портрет, все, и попросил с него в 10 раз больше денег, чем писал все заказные портреты в Риме. На что Версачи мне ответил, что знает, что я беру за портрет в 10 раз меньше и не позволит, чтобы вот так его, так сказать, проводили. Брали с него больше, чем положено. Я ему начал объяснять, что отступать некуда. И я объясняю, что это прекрасный портрет, это портрет картина, в которой я передал всю его жизнь, передал, так сказать, настроение и все прочее. Я начал объяснять, что это очень хороший портрет по отношению к другим. И он мне говорит, что заплатит только две цены от тех, что я пишу портрет. И говорит, думай, я через два дня буду. А я эти все дни жил у него, кушал бесплатно, все. Ну и прислуги сказал, что ввиду того, что я беседовал с Версачи, вот это и есть моя расплата с ним за жилье и продукты питания. И уехал, взял портрет и уехал. Потому что, ну как можно согласиться, надо уже стоять было на своем. Я пытался этот портрет вывести в то время еще в Советский Союз. Но вся граница Италии не пропускала меня, потому что он числился как национальное достояние итальянского народа. То есть он сообщил везде на таможню, чтобы не выпускали. Я через Францию, он и там сообщил. Швейцария и там, вся Европа не пускай. И так этот портрет у меня там и остался у друга висеть. Через три года я получаю приглашение на показ МОД и смотрю, что это для очень важных персон. И я сижу рядом с Афилоренцем, Лолой, там чиновники, президент Андреоти, премьер-министр. Я не могу понять, кто это пригласил. И в конце показа, когда все встали и начали уходить, вдруг подходит Версачи и говорит, извините, все это элите, я должен вас познакомить с великим русским художником. Вот откуда в афише появилось слово «великий». Мои организаторы выставки процитировали Версачи, потому что это документально заснято в кино. С великим русским художником Сергеем Бочаровым. Вот он написал мой портрет прекрасный. И я отказался от этого портрета. И сейчас каюсь за это. Я готов сейчас заплатить ему эти деньги и получить портрет. На что я Версачи сказал, извините, Джаня, но сейчас этот портрет уже стоит в два раза дороже. Прошли три года, я в Италии стал знаменит, поэтому будьте добры этим. А он перед этим же много мне сказал комплиментов. Он так отошел и говорит, ну это русский идиот. Я говорю, вот за это вы никогда и ни за какие деньги не получите, что русского человека назвать идиотом. И ушел. Его убили. Портрет не дают вывести. И я печатаю репродукции своих патриотических картин в Италии, потому что в России не разрешили мне печатать. Нигде я не смог договориться. Все боялись. И через дипломатическую почту Италии за плату перевожу эти плакаты в Россию, чтобы их не конфисковала русская таможня. И когда перевозил плакаты, я и перевез, закрутил этот портрет в Россию. И в Государственной Думе в 98 году выставил его. И представители магазина «Версачи» пришли на выставку и сказали мне, мы разговаривали с Донателлой. И Донателло настаивает, чтобы мы выкупили у вас этот портрет. Но уже сейчас дает сразу две цены от той последней, на которую не согласился Джанни. Я говорю, а сейчас уже позиция поменялась в том плане, что «Версачи» мертв. Единственный портрет, написанный с натуры, написан русским художником. И к тому же «Версачи» назвал русского человека идиотом. Поэтому вот эта последняя сумма должна быть умножена на 10. Ну, что вы это там начали переговаривать? Я говорю, а если завтра, давайте до завтра, а завтра будет уже дороже. И они начали с Донателло вести беседу по Стоповому прямо в Думе. Ну и собрались корреспонденты, а меня в это время называли художником для нищих. Что только нищие могут понять мое искусство. И я это вынес, вот эту торговлю в прессу, чтобы все видели, что художник нищих продает за такие деньги богатейшей семье портрет. Короче говоря, договорились, что они мне покупают на котельнической набережной квартиру трехкомнатную, чтобы я не держал руки в деньгах. А я им передаю портрет. И в итальянском посольстве, при прессе итальянской, русской, стол был накрыт, ходили официанты, разносили вины и все прочее. Мы должны были обменяться. Они мне дают это право собственности на жилье, а я им говорю, а вы помните, как я обещал Джанни Версачи, что если он так назвал идиотом русского человека, и никогда он за это не получит портрет. И все. И все наши русские вот эти журналисты, которые сняли, и итальянцы, а итальянцы тут ко мне с газетой подлазят и говорят, а мы уже в газете напечатали, что вы изменили слогу. А я говорю, нет, а теперь опровержение напишите. Русские не продают, я говорю. И все, глухая пауза, все в шоке, и мы разошлись. Вот такова история этого портрета, который сейчас принадлежит России. И я приглашаю всю родню Версачи приезжать смотреть на этот портрет именно к нам в Россию. Я думаю, что какой-нибудь музей приобретет, и мы имеем единственный портрет с натуры этого великолепного кутюрье. Спасибо большое. Спасибо вам. Пойдем еще в карабан. А сколько карабан? Да. Все портреты, которые вы из художника для нищих. И мы так пройдем, и нас дадут такой панорам. Нормально? Да, да. Потом будешь еще в карабан. Расскажу вам о портрете Высоцкого с удовольствием. Это вот тоже интересная история, потому что во время написания этого портрета Высоцкого, за то, что он пел песни, и она подбежала к нему, открыла дверь, и говорит, если ты еще пьян будешь здесь орать всякую пьянку. Можно? Французский модельер Пака Рабан. Его я написал к сорокалетию. Вы видите здесь молодого такого щеголя. Он вальяжно забросил ногу на диван, прямо таки в обуви. То есть это свободный полет свободного художника. Но главное достоинство этого портрета в том, что он весь сделан в голубом колорите. И, естественно, это намекает на то, что этот человек тоже голубой, тоже развращен европейским миром. Вот и все. Ну и, естественно, он у меня тоже остался, этот портрет. Из-за того, что я не мог его дописать, он то там, то там. Ну и в конце концов он меня достал, я сказал, все, тогда я портрет оставляю себе. А кто Вы там познакомил или не здесь? А здесь меня познакомил с Паком Рабатом балетмейстер Пьер Лакот. Ну, типа, как наш Василий в Париже. А с ним меня познакомил там другой. Это цепная реакция же. Один увидит, и я хочу, и я, и я. Покажите ручки. Здесь нет. Здесь на обратной стороне, а там на лицевой. Здесь на обратной стороне холста. А Высоцкий и Джани Версачи там снаружи. Снаружи. Спасибо. Кто более подлинный, мерзкий, тот более выпячивый. Ну, некоторые, вот, как я, я их изображаю даже по два раза. Это вот эта терзая тушь, которая сидит над нашей страной, которая символизирует Бог. А вот эта маленькая тюрька человека, это наш народ, убегает в Бог. Но причина появления здесь беззавтра в том, чтобы, как бы, по-каку, по-каку, по-каку. Субтитры создавал DimaTorzok